А как организовать трансфер для гостей из разных концов Москвы и Подмосковья? Свой будет на окраине Москвы. Собираются где-то в одной точке определенной, то есть гости съезжаются все в эту точку, дальше все садятся там на трансфер, на автобус и потом едут на мероприятие. Это если хочется, чтобы все гости ехали на одном автобусе. Но! Честно сказать, я в последнее время, я просто сделала небольшой опросник, ну, задавала вопросы молодоженам и просила, чтобы молодоженам задавали вопросы своим гостям. Насколько им было бы комфортно ехать на автобусе ли или ехать на такси. И большинстве своем гостям отвечали, что им комфортнее было бы, если бы они сами вызвали себе такси и доехали до точки Б. Потому что, ну, вот я просто, знаете, ставлю себя на место гостя, на место гостя. Вот, например, звонит мне мой брат, да, и говорит, Ир, смотрите, мне нужно приехать на станцию метро Бутова, грубо говоря, ну, предположим, да, сесть в автобус и там, этот автобус отвезет тебя на банкетную площадку. Вот захочу ли я ехать в Бутово, в платье, разумеется, да, на каблуках, с прической? Наверное, нет. Я скажу, слушай, нет, давай я, наверное, вызову такси, приеду на точку Б, просто на такси, оплачу такси, не проблема. И так, как я думаю, большинство, честно говоря, ну, если только площадка не находится за 500 километров от Москвы, так думает большинство, и это выгодно для гостей, потому что им не нужно при полном обмундировании ехать на другой край земли, это А, и второе, им, молодоженам, молодоженам так экономически выгоднее, то есть вам не нужно платить за этот трансфер, вы просто, просто до статьи расходов перераспределяете на что-то другое, на хорошего ведущего, например, или на красивый декор.